Здравствуйте, это новости на Дону в студии Артем Тарасов. В Чистоозерном продолжают ликвидировать последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Коммунальные службы расчищают территорию вокруг двухэтажки, районные власти ведут подготовку к обследованию дома, которая даст ответ, можно ли строение восстановить или проще построить новое. Окна на первом этаже заколачивают, чтобы сохранить имущество жильцов, а на втором затягивают целлофаном от дождя. Все самое необходимое владельцы квартир уже забрали, их пустили домой на время. Находиться здесь постоянно пока опасно. А смогут ли вообще жильцы сюда вернуться, станет известно после обследования. Ведутся переговоры с подрядной организацией, специализированной, которая занимается этими видами работ, для того, чтобы провести инструментальное обследование всему дома на предмет его дальнейшего использования, либо возможности, либо невозможности использования. Предварительный срок проведения этих работ – месяц. Взрыв бытового газа в 16-квартирном жилом доме повредил 7 квартир, 3 из них разрушены полностью. Частично обвалилась крыша. Кирпичи, стекла, части оконных рам были разбросаны по двору. На расчистку территории ушло несколько дней. Расчистка территории полностью проведена, территория вокруг дома. Люди на сегодняшний день расселены по родственникам. И часть находится у нас, порядка 13 человек, в пункте временного размещения. В ЦГБ Каменско-Шахтинского остаются на лечении два человека. Виктория Щетинина, Виталий Ступаков, Дон-24, Каменский район. Временный мост через Северский Донец начали строить в районе Каменско-Шахтинского. Он поможет аварийному мосту на М4 Дон справиться с пробками. Движение по этой переправе планируют пустить к августу. Интересно, что на помощь Донской реке пришел Керченский пролив. Пахнут морем, шутят строители, собирая металлоконструкции. Ведь это части временного моста через Керченский пролив. Теперь из них возведут временный переход через Северский Донец в районе Каменско-Шахтинского. Свозить опоры и сваи еще продолжают, но параллельно собирают детали, которые уже привезли. Длина общего моста будет 362 метра с обеспечением полноценных двух полос движения на Москву. Это будет и легковой, и грузовой транспорт. В настоящее время сейчас делается мобилизация всей техники, которую мы перебрасываем с работ. Учитывая, что мы сейчас заканчиваем работу Крымского моста. Собрать временный мост нужно в сжатые сроки. На все около двух месяцев. Ведь летом нагрузка на этот участок трассы М4 Дон, связывающий центр страны с югом, очень высокая. А старый правый мост, построенный в 60-х, закрыт на реконструкцию. Правый мост на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. Движения по нему прекратили. Сейчас осуществляется пропуск автотранспорта по левому мосту, то есть который на обратном направлении находится трасса М4 Дон. Левый мост построен недавно, в начале 2000-х, но его ширины для полноценного движения недостаточно. Сейчас машины едут по одной полосе в каждую сторону. Это у нас строящийся временный мост на время реконструкции. Здесь вот этот мост, который мы закрыли для движения. Сейчас движение осуществляется вот по этому мосту. Мост 66-го года будет подвергнут полной реконструкции. Фактически мы получим новое мостовое сооружение в городе Каменск-Шахтинск. 29 апреля государственная компания объявила торги на проектирование вот этого аварийного моста. Завершение и подведение итогов по конкурсу 13 июня. На полную реконструкцию уйдет не меньше двух лет, считают специалисты. Все это время будет работать временный мост. А пока его собирают, дорожники придумали альтернативную переправу через реку. Чтобы разгрузить движение по этому мосту, решили возвести мост понтонный. Он начнет работать 20 мая, но движение откроют только в одном направлении – на юг. Функционировать эта переправа будет до тех пор, пока не возведут мост временный. За плавучий мост взялись военные и уже почти собрали. В ближайшее время его переправят сюда, к оборудованным подъездам. Проезд по понтонному переходу будет бесплатным, но предназначена переправа только для легковых машин. Виктория Щединина, Виталий Ступаков, Дон-24, Каменский район. Из Батайска в Ростов на автобусе через Ворошиловский мост. Новый маршрут номер 214 будет запущен в пятницу 17 мая. На линию выйдут новых 8 комфортных экологичных автобусов. Автобусы большой вместительности Курганского автозавода будут курсировать с интервалом 15-20 минут. Отправление от железнодорожного вокзала Батайска и дальше через Ворошиловский мост до улицы Станиславского. Возвращаться машины будут через улицу Седова. Мы надеемся, что та транспортная инфраструктура, которая на сегодняшний день обеспечена с учетом в том числе и реконструкции южного подъезда, в первую очередь, города Ростова-на-Дону, обеспечит регулярность, соответствую графику движения и возможность для жителей Батайска комфортно и быстро добираться в город Ростов-на-Дону. Обслуживать маршрут будет Батайское АТП. Оно выиграло конкурс, предложив для маршрута автобусы на экологичном газомоторном топливе с кондиционерами и оборудованием для посадки маломобильных пассажиров. Новая машина, напичками, аппаратурой. Серьезная. Например? Нет, коробка «Алисон». Я на ней работал на неопланах, на двухэтажках. Хорошо себя зарекомендовала. Тут подушки стоят, воздушные баллоны. В принципе, мягкие. Кроме того, все автобусы оборудованы новыми кассовыми аппаратами с возможностью безналичного расчета всеми типами карт или мобильным телефоном. Кстати, к 1 июля все предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками, должны так оборудовать свои машины. Прежде всего, это прозрачность расчетов, это фискализация, это передача чеков в режиме онлайн, как в налоговую, так и само предприятие будет также видеть все чеки, все расчеты, которые происходят, осуществляются водителем. Надо отметить, что работающий сейчас маршрут Батайск-Ростов через Тимирницкий мост не отменят, а значит, у жителей Батайска будет выбор, как добраться в Донскую столицу. Оксана Мельничук, Сергей Вишняков, Дон-24, Батайск. Памятник «Прорыв» в форме взлетающей в небо пятиконечной звезды установлен в Куйбышевском районе к 70-летию Победы. На месте, где советским бойцам удалось прорвать оборону фашистов и завершить освобождение Ростовской области. В годовщину установки монумента 14 мая к нему снова легли цветы. Сегодня трудно представить, что зимой 42-го года все эти балки, поля и холмы, засыпанные снегом, стали красно-черными от крови шинеля и бушлатов погибших солдат и моряков. Два с половиной года фашисты держали здесь оборону, создав три линии укрепления и собрав отборные части вермахта. Граница рейха будет здесь, заявлял Гитлер. Но после Сталинграда в начале 43-го советские войска перешли в наступление. В феврале 43-го года советскими частями был освобожден Ростов-на-Дону, а затем они остановились, группировались, собирались силами целых полгода и пошли на прорыв именно здесь. Вот сколько воинских частей и соединений. И среди них кубанский казачий квалифический корпус, Донской пятый. И есть легенда, что именно казаки, обнажив сабли, потеряв уже терпение, пошли на немецкие окопы. Фрицы выпрыгивали и кричали «Казакин, казакин!». Вероятно, работала историческая память еще тех платовских казаков, хорошо помнили и в Берлине, и в других странах Европы, которые смели на Россию идти. Конечно, это лишь эпизод прорыва. До этого в июле была неудачная попытка. Июльский прорыв не удался. В течение двух недель шли ожесточеннейшие бои. Тоже очень много людей погибло, бойцов, ну, с обеих сторон. Вот. В Ставку были вызваны руководители этой операции, командующие фронтом, командующие армиями. К Сталину прямо? Да, прямо к Сталину. И была разработана новая операция, австовская, по прорыву. Сотни тысяч человек участвовали в этом наступлении. Общие потери убитыми и ранеными на Меосфронте – 830 тысяч человек. 8 на одного противника. И до сих пор земля отдает останки погибших. А у памятника цветы не только 9 мая. В Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах, где осуществлялся прорыв, в каждом селе есть свой монумент. А этот, общий, сакральный, появился в 2015-м, на земле, политой кровью, в священном начале России. Мы не живем на окраине Ростовской области, мы не живем на краю нашей страны. Мы живем в начале нашего государства, в начале Ростовской области. И поэтому, как выглядит граница, на которой мы проживаем, как выглядит наш район, у людей складывается впечатление о том, какой выглядит Россия вся в целом. Татьяна Бочарова, Руслан Хамчеев, Дон-24, Куйбышевский район. Главная икона Вооруженных сил России, спас нерукотворный, принесена в Ростов-на-Дону. Средство на ее создание пожертвовал Верховный Главнокомандующий. До 75-летия Победы иконы провезут по всей стране. От Севастополя до нового главного храма Вооруженных сил в Подмосковье. А сегодня ритуал ее принесения провели в ростовском храме на Военведе. Храм, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, строится в подмосковном парке «Патриот». Его центральной иконой станет образ спаса нерукотворного, древнего покровителя русского воинства. И сейчас главная икона на пути к новому храму. В Ростове она проводит 10 дней здесь, в храме, в честь иконы Пресвятой Богородицы-Селительницы на Таганрогской улице. Военвед, одно слово военвед. Здесь воинские части, семьи военнослужащих. Поэтому наиболее посвящаемым военнослужащими является этот храм. Храм открыт с 8 утра до 19 часов. Каждый день в 11 часов в храме будут служить молебен. А через 10 дней икона спаса нерукотворного отправится в Новочеркасск, в Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор. От лица главы Донской митрополии мы все выражаем нашу благодарность командованию, прежде всего главнокомандующему вооруженными силами, министру обороны, за этот духовный праздник, за ту радость, которую мы в эти пасхальные дни подарили всем нам, верующим православным крестьянам. Икона спаса нерукотворного помещена в бронзовый складень массой 100 килограммов. Внизу мощевик, слева и справа – Владимирская, Смоленская, Тихвинская и Казанская иконы Божьей Матери. Силу она придает, когда стоишь возле нее. Передать словами – это невозможно. Надо самому побывать возле нее, постоять, почувствовать и убедиться, что она ему дает. Так эти ощущения не передать словами. Это великий праздник для всех, но только для военных. Все приходят в церковь, молятся за своих близких, родных, желают там счастья, здоровья, чтобы не болели. Ну, эмоции, конечно, переполняют. Главная икона вооруженных сил побывает в Буденновске, Ставрополе, Краснодаре, Адлере, Владикавказе, Астрахани. И 13 августа будет перенесена из Южного военного округа в Центральный. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова